МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях региона прямо сейчас. Дата определена. Госсовет Чувашия назначил день выборов главы Республики. Новые инвестиционные возможности. В Доме правительства обсудили вопросы создания Института развития Чувашии. Творчество без границ. В Рио главы Чувашии по видеосвязи пообщался с участниками вокально-патриотического проекта «Дети России». Стала известна дата выборов главы Чувашии. Они назначены на 13 сентября. Решение приняли на 41-й сессии Госсовета Республики. В повестке дня 6 вопросов. Из них два ключевые. Все за и против собирала наша съемочная группа. В Рио главы Чувашии Олег Николаев до цифр в отчете остановился на текущей ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавирусной инфекции. Предварительный ущерб для Республики оценивается в 6 миллиардов рублей. Кабинет министров понимает, насколько последние месяцы изменили всю экономику Республики и обычную жизнь наших граждан и всех нас с вами вместе взятых. Принятые президентом остальные решения по поддержке граждан, семей, бизнеса, конечно же, позволили смягчить тяжесть ситуации. В целом затраты на борьбу с коронавирусной инфекцией, которые направлены на территорию Чувашской Республики, составляют 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Олег Николаев отчитался о работе правительства за прошлый год, но больше остановился на новых задачах. По сути, это было послание с конкретными целями и планами. Одна из перспективных задач в области сельского хозяйства, состоящая перед нами к 2020 году, ввести в оборот все на сегодняшний день необрабатываемые земли сельхозназначения. Отремонтировать 309 километров автомобильных дорог, построить и отреконструировать 21 километр дорог, и дворов 117, но при этом дополнительно еще 32 километра осветить дороги. К сожалению, есть обращения со стороны жителей муниципальных образований, дорога новая, освещения нету, и пешеходных переходов нету. Принято решение эту работу проводить. Перед нами стоит задача переформатировать работу всех органов исполнительной и законодательной власти всех уровней. Таким образом, чтобы максимально эффективно использовать наши преимущества и потенциальные возможности. Они у нас есть. Слаженная работа возможна при наличии сильной команды единомышленников. Она уже формируется. Точку в этом вопросе поставят выборы. Они назначены на 13 сентября, в единый день голосования. Вреу глава республики особо подчеркнул, что для всех кандидатов надо создать самые благоприятные условия прохождения муниципального фильтра. К сожалению, в прошлые годы организация выборов регулярно в Чувашии подвергалась критике со стороны как участников выборного процесса, так и экспертов и наблюдателей. Мы должны сделать все, чтобы ситуацию переломить. Считаем необходимым в рамках наших полномочий и в строгом соответствии с федеральным законодательством создать равные условия для всех участников выборного процесса, которые гарантировали бы и демократичность, и прозрачность выборной кампании. Свой выбор в поддержку кандидатов на должность главы Чувашской республики депутаты муниципального уровня должны делать свободно и непредвзято. Депутаты немного подискутировали по поводу даты выборов. И в условиях сегодняшней пандемии, в условиях тех статистик, которые мы видим, большой-большой вопрос, насколько безопасно проведение агитационного этапа. Выборы – это всегда скопление людей, это работа агитаторов, которые, возможно, могут быть и разносчиками этой же самой пандемии, если, не дай бог, кто-нибудь из них заболеет. Если кандидат сам идет на это по собственной инициативе, идет найти риски заболеть и выпустить, не дай бог, с этой гонки политической, то избиратели, они будут подвержены риску заражения. Выборы нужны, потому что действительно, во-первых, когда уже пройдут выборы и будут избранные глава, естественно, будут другие возможности для развития Чувашии, и мы будем надеяться для развития нашего АлатРского края. И все же большинством голосов дата выборов была утверждена. Коронавирус, он уже с нами навсегда, и поэтому уже нам не стоит отменять те мероприятия, которые имеют важное значение в нашей жизнедеятельности, а надо предпринять все меры предосторожности и организовать процесс таким образом, чтобы, с одной стороны, достичь нужного результата, с другой стороны, обеспечить безопасность и здоровье граждан. И поэтому это так же, как грипп, как ОРВЕ и другие инфекционные болезни, коронавирус, с нами уже будет, я думаю, что, ну, как минимум надолго, а может, и же и навсегда. Также депутаты утвердили кандидатуру на пост уполномоченного по правам ребенка. В Рео главы республики выдвинул на эту должность Викторию Владимирову. Слово теперь за федеральным детским омбудсменом. Анжелика Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика. Создание в Республике института развития взамен двух структур – дело решенное. Но сама процедура объединения фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности и корпорации развития требует времени. Об этом говорили сегодня в Доме правительства. Новая структура будет сотрудничать с уже работающими в Республике инвесторами и станет управляющей компанией для существующих и будущих технопарков и промышленных площадок. Механизм льготно-заемного финансирования позволит предприятиям формировать долгосрочные программы, увеличить выпуск импортозамещающей продукции, создавать новые рабочие места. Своего часа уже ожидают сотни инвестиционных проектов. Каждый из этих проектов достаточно интересный. Где-то они подлежат под формат фонда, где-то не подлежат под формат фонда. Но мы считаем, что все из них нужно брать в проработку. И так или иначе, это 200 с лишним проектов. Значит, инициатива наших предпринимателей. Начиная от самых небольших, ну, несколько миллионов рублей, это 2-3, заканчивая серьезным миллиардом, под несколько миллиардов. Вот часть из этих проектов уже реализуется. Тот же Химпром, перекись водорода и так далее. Сегодня фонд развития промышленности в Республике капитализирован на полтора миллиарда рублей. В прошлом году в консолидированном бюджете Республики осталось в разы больше неиспользованных средств. Причин неосвоения много, в их числе некачественные проекты, отсутствие должных экспертиз. Эти деньги вполне можно перераспределить в пользу нового института и его потребностей. Возможностей достаточно много. Поэтому мне бы, конечно, хотелось, чтобы как можно быстрее прошел этап становления вот этой новой структуры. Как регламент за его действием или какой-то алгоритм отбора этих проектов. То есть как можно быстрее нужно приступить уже к практической реализации, потому что средства они есть, и нужно как можно быстрее набирать конкретные проекты и запускать их дело. Наблюдательный и экспертный совет готов возглавить Олег Николаев. Учредителем станет правительство, которое и определит состав представителей. Рифат Фадкулин, Юрий Марков, Республика. 23 магистрали отремонтируют в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На 17 ремонт уже идет, в их числе дорога Шамурша-Сойгина-Алтышева, что в Алатрском районе. Само название национального проекта вложено в суть проводимых реконструкций. Дороги должны быть качественными и безопасными. Специалисты осваивают новые технологии, чтобы полотно служило дольше. Один из методов – холодная регенерация. Суть в измельчении и перемешивании старого асфальтобетонного покрытия и ближнего к нему слоя. Эта масса и укладывается на открытое основание. Так повышается износоустойчивость дорог. В процессе регенерации восстанавливается несущая способность дорожного основания, которая в будущем способна воспринимать нагрузки от движущего транспорта, нагрузки на ось, которые в последние годы увеличились в два раза. Также эта технология позволяет уменьшить вероятность появления отраженных трещин, что впоследствии послужит более долговечной эксплуатацией вышележащих слоев асфальтобетона. Протяженность ремонтируемого участка более 7,5 километров. Подготовительный этап провод уже завершен. Приступили к укладке основания. Капитальный ремонт дороги должны завершить в ноябре. Красные Читая преобразятся ко дню республики. Там реконструируется площадь Победы и пешеходная аллея. Успеют ли подрядчики сдать объекты в срок, выясняла по поручению в Рио главы республики рабочая группа. Уже завершены земляные и инженерные работы. Сейчас строители укладывают брусчатку и устанавливают современный сухой фонтан. Фонтан будет в виде кольца с соображением двух птиц. Будет подсветка, музыки не будет. Кроме того, здесь появятся скейт-парк, турники, тренажеры и качели. По периметру парка проведут освещение. Обновится и прилегающая к нему пешеходная аллея. Я очень сильно рассчитываю, что это будет любимым местом для жителей района. Отдыха не только для жителей района, но и для наших гостей. Сроки нас поджимают, но думаю, мы поставим задачи, справимся. Пока выполнено 60% из запланированного. На благоустройство общественных территорий из бюджета республики выделено более 25 миллионов рублей. Думаю, что подрядчик увеличит и количество людей на объекте достаточно в разы для того, чтобы нарастить темпы. Ну и плюс администрация с точки зрения благоустройства, по содержанию территории, да, Иван Николаевич, дополнительно усилится, чтобы одновременно к дню республики центр преобразился. Ни о каких праздничных мероприятиях здесь, в Красночитаях, речи не идет. Речь идет об открытии паркового пространства 24 числа, о награждении, опять же, соблюдении всех правил и норм безопасности уважаемых людей Красночитайского района. Так что большинство праздничных событий перенесены на август. Промежуточный контроль же на объекте пройдет еще через неделю. Основной объем работ до этого времени должен быть сделан. Рефат Фадкули, Николай Скворцов, Республика. Неровный слой асфальта, нестандартные бордюры, недоделанные тротуары. Эти и другие недостатки можно увидеть даже на только что отремонтированных дорогах. Все это фиксируют эксперты строительного контроля и общественники при приемке объектов. Подрядчик обязан устранить их в короткие сроки. Проверила качество ремонта и наша съемочная группа. По поводу стройконтроля на данный момент есть вопрос. Это то, что когда заезжали, наверное, все заметили бордюр. То есть они его завысили. В момент укладки поняли, что зря они это сделали. Сейчас бордюр переделали. И когда будут на проспекте Ленина укладывать асфальт, они это заделают. И такое же замечание по тротуару. Там в конце тоже бордюр меняли, потому что катком его повредили. Вот там, получается, мы можем видеть, сделали пандус для доступной среды, для АСП-59. Но в итоге данный пандус привел к тому, что вся вода собирается и утекает в данное учебное заведение. Особенность этой дороги по улице Эльбекова – отсутствие ливневой канализации. Это создает дополнительные трудности. Подрядчик воддорстрой мог бы учесть это при ремонте, но не сделал этого. И сейчас уже вынужден устранять последствия. Будем решать сейчас, что с ним делать. Либо валики делать, либо каким-то образом ставить лоток и отводить воду уже на газон. А по самому дорожному покрытию? По самому дорожному покрытию пока, в принципе, как таковых замечаний нет. То есть в момент стройки все устранялось, контролировалось. Дорожная разметка здесь еще не нанесена, потому что специалисты не провели проверку ровностей. А по остальным параметрам проезжая часть вполне соответствует. Отремонтировали улицу в рамках национального проекта. Работы завершены еще на четырех столичных дорогах. По улицам Тукташа, Игнатьева, Кооперативная, Янаушика. С этого года мы 100% весь асфальт, верхний слой используем по новому ГОСТу. Это либо у нас СМА-16, либо по СП-16. То есть это более высокосчебеночный, с более высоким содержанием щебня асфальтобетон. Прочностные характеристики у него выше. Калея образуемость ниже. То есть он более устойчивый к нагрузкам. Общественники серьезных нарушений на участках не нашли. Но отметили, что даже малейшие недостатки подрядчики должны устранять за свой счет. Есть замечания, касающиеся удобства пешеходов, маломодельных групп населения. Есть где-то торчащие колодцы, которые, ну, где-то тротуар можно выровнять. Где-то можно сделать спуск для колясок. Такие вроде бы мелочи для заказчика-подрядчика, они оказываются в жизни неудобными. И проблемы даже для некоторых групп населения. Собственники автодорог, муниципалитеты, скажем так, в нашем случае, приходят к тому, что лучше, чтобы таких моментов было меньше, заранее готовить проекты на серьезные объекты. Раньше предусматривалось только техническое задание, под которое уже подрядчик подстраивался. Техническое задание, там минимум требует норматива, ширина полотна, толщина асфальтового покрытия. Такие вот моменты, которые можно прописать. Но оно не касается внутренних коммуникаций. В стадии ремонта еще семь дорожных объектов. Единый государственный экзамен состоится, но с корректировками, которые внесла пандемия. ЕГЭ будут задавать только выпускники, решившие поступать в высшее учебное заведение. Экзаменоваться готовы около 6 тысяч молодых людей. Для них организованы 37 пунктов. В эти пункты будут подготовлены 532 аудитории. В каждой аудитории будет не более 9 участников, с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров между выпускниками. Доступ в пункты приема экзамена будет происходить традиционно через металлодетекторы. Печать контрольно-изменительных материалов будет проводиться в аудиториях и сканирование работ в штабах пунктов приема экзаменов. Дополнительные меры – наличие в помещениях градусников, санитайзеров, приборов для беззараживания воздуха. Будет разработан график прибытия участников на экзамен, чтобы избежать скопления выпускников перед зданием школы. До и после экзаменов обязательно будет проведена дезинфекция помещений. Александр Соловьев, Николай Скворцов, Республика. Горьковская железная дорога присоединилась к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам. В Чувашии прошли специальные рейды. На железнодорожных переездах вблизи крупных населенных пунктов нередко случаются аварии со смертельными исходами. Всего за пять месяцев 2020 года на Горьковской РЖД зафиксировано три ДТП. Два из них на территории Чувашии, в результате чего один человек погиб. Водители автомашин порой не обращают внимания на предупреждающие знаки. Работники транспортной полиции, ГИБДД провели профилактические беседы, раздали владельцам автомашин стикеры и памятки. Всем водителям просьба при проезде железнодорожных переездов не нарушайте правила, соблюдайте, не торопитесь, будьте внимательны и бдительны. В Чебоксарах в садоводческом товариществе произошел пожар. После тушения огня на месте происшествия обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительным данным, это были хозяева дачного дома. Следователи проводят проверку. По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе в результате короткого замыкания электропроводки. В этих целях назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и медицинские. Проводятся иные проверочные мероприятия. Данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти погибших, не имеется. В результате проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники Следственного комитета просят жителей Чувашии быть осторожными и бдительными, особенно в период длинных выходных, и не оставлять детей без присмотра. «Творчество без границ. Дети России» – уникальный проект. В нем приняли участие и ребята из Чебоксар. Они записали совместный клип с Государственным академическим русским народным ансамблем «Россия» имени Людмилы Зыкиной. В Рио главы Чувашии Олег Николаев встретился с участниками вокально-патриотического проекта. Конечно, дистанционно. Гимн России, песни «Идет солдат по городу», «Катюша, с чего начинается Родина» Известные и любимые всеми мелодии. Этот перечень можно продолжить. Три школьницы из Чебоксар вместе с российским ансамблем спели песню «Я лечу над Россией». Творчество во время изоляции оказалось весьма успешным. «Упола золотые, на поле седина, О, Россия, Россия, ты такая одна!» Здорово, здорово, просто дух захватывает. Вы молодцы, я вами восхищаюсь, горжусь, что вот на нашей Чувашской земле есть такие юные дарования, которые, несмотря на очень юный возраст, уже делают очень взрослые, очень такие серьезные, масштабные вещи. В песнях Людмилы Зыкиной каждое слово несет свой особый смысл. Девочкам удалось передать и музыкальный ритм, и напевность мелодии. Любопытно, но партии каждого инструмента записывали по отдельности, а уже при монтаже родилась единая композиция. Я искренне радуюсь тому, что девочки, что дети, ваши замечательные дети, в Чувашии, в Чубаксарах эти песни поют, знают, это не может не радовать. Песня «Течет Волга» вот такая замечательная, действительно по-настоящему народная песня, которую действительно многие исполнители пели. Говорили не только о творчестве, но и о жизни. Я, Люба, хочу вам задать вот такой вопрос. Мне вот это написали, что вы себя, когда позиционируете, вы себя позиционируете как патриот, что вы любите свою страну. А вот скажите, как вы понимаете слово «Родина»? Олег Николаев поблагодарил всех участников проекта. Сотрудничество с ансамблем такого уровня открывает перед нашими ребятами новые горизонты, уверен, врел главы Чувашии. И кто знает, может, совсем скоро мы увидим солисток на одной сцене с именитым ансамблем. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Всероссийская акция «Окна России в Республике». Она приурочена к 12 июня. В государственный праздник жители столицы украсили окна своих домов и офисов флагами и рисунками. Самоизоляция не помеха почувствовать единение. Игорь, ты знаешь, почему флаг такого цвета? Белый, синий и красный. Белый обозначает свободу. Синий – моря и небо. А красный – то, что у нас держало сильное. Это окно выделяется среди других. Триколор на стекле создавали три брата – Игорь, Илья и Иван. Потом пришла идея дополнить его. Так появился образ малой родины. Кисточками вооружилась вся семья Димитриевых. Я делал лес и верхнюю полоску белого флага. Илья делал нижнюю полоску флага красную и еще дом. А мама с папой делали солнце. Ваня помогал рисовать траву. Украшенное окно стало символом единой и неделимой России. Единая Россия – это для страны общий праздник. Мы видим нашу страну, как мы видим единство нашей семьи в этой стране, природу, которая нас окружает. И вот в ярких красках мы все это изобразили на окне. То есть это вот вся наша обширная земля. И мы попытались изобразить как раз свою семью на земле, на русской земле. Ну и, конечно, изобразили флаг России как символ. Было бы здорово, если бы наши друзья тоже принимали участие в этой акции. Именно так, по мнению мальчишек, можно объединить окна всей страны. Участники выкладывают фотографии в соцсетях с хэштегами «Окна России». Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. Онлайн-хоровод в этом году соберет участников детского «Акатуя-2020». Из-за эпидемиологической обстановки традиционный фестиваль в этом году проводят дистанционно. Зато увеличилось количество номинаций. Детей приглашают проявить себя в хореографии, вокале или спорте. Новые для фестиваля направления – этнокроссворд и мастер-класс. Последнее вне конкурса для взрослых – преподавателей и мастеров декоративно-прикладного искусства. Заявок пришло в четыре раза больше, присоединились и отдаленные районы, которые в предыдущие годы не всегда могли приехать на праздник в Чубаксары. Мы надеемся, что данный фестиваль поможет сохранить традиции, которые у нас есть на сегодняшний день. Традиции костюма, языка чуварского, традиции игр и хоровода тоже. То, что дети узнают новую информацию для себя. Может, те, кто не знал вообще ничего, получат стимул для того, чтобы изучать чуварский язык, изучать традиции, обычаи наших дедушек, бабушек, ну и древние обряды. Видео и фотографии на фестиваль принимают до 18 июня. Имена победителей назовут в прямом эфире в социальной сети. Первая декада июня в Чубаксарах стала самой теплой в этом году. Средняя температура воздуха составила плюс 15 градусов. Однако, метеорологическое лето пока еще не началось. Сегодня, 11 июня, волна жаркой погоды достигла пика. В Чубаксарах столбики термометров впервые в этом году поднялись выше 27 градусов. По республике было плюс 30. На предстоящие длинные выходные в Чувашии ожидаются кратковременные дожди с грозами и шквалистым ветром. В субботу станет заметно прохладнее. Уже в понедельник, вторник в республике установится солнечная погода и потеплеет до 19-24 градусов. Это главные новости четверга. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова